Кручу Проект начался в прошлом году 22 января в Тбилиси Первый этап я проехал до Алматы 6300 километров через Иран, через Дегеран, Испахан Я внизу спускался в Ферейдан, где есть этнические грузины Потом 3000 километров это второй этап в Беларуси, в Республика Беларусь И третий этап 17 октября сейчас еду с Владивостока В общей сложности получится больше 40 тысяч километров Я не экстремал, ну, экстремал, но умеренный экстремал, понимаете Тут надо правильно и сидеть, и двигаться там и так далее Тут надо как бы не зацикливаться на одном, да, вот, например Надо правильно сделать все это И я благодаря велосипедистам, вот, где они есть Вот они, вот Ну, они все подсказывают, понимаете, они с удовольствием меня поддерживают Идеями там, вот, что надо делать там и так далее, да Я беру то, что мне подходит Каждодневная суета, я далеко от этого Несмотря на то, что я живой человек и мне это все надо Но тут более или менее пространство свободное Понимаете? Ты не думаешь там что-то там И ты не захвачен вот этим вот тем самым Поэтому и здесь, когда слушаешь, каждый, даже, я фильмы очень редко смотрю Я смотрел сейчас, с Петропавловского до Судова я смотрел Форест Гамб Я до этого это не смотрел Ну, меня не впечатлило оно, понимаете Ну, я не увидел ту, можно сказать, изюминку, за что можно было два с лишним часа потратить Понимаете? Опять так, я лучше какого-нибудь интересного там, даже юмор послушаю И оно мне дает многое Поэтому думаешь, размышляешь, сам с собой разговариваешь Разговариваешь с известными людьми Ну, мысленно, естественно И это дает опять-таки рост, хороший рост А ежедневная суета, вот завод, кровот, то есть в таком режиме Это тоже иногда надо, когда нет выхода человека Но я бы посоветовал людям, чтобы они мечтали И с мечты начинается, как у меня, да, например Да вот, если не можешь идти к цели коротким путем, иди длинным Если нет цели, ты его обретешь в пути в любом случае Вот оно и вот это очень хороший показатель, мой данный момент И этот проект для того, чтобы сказать свое большое слово всех народов за мир Я очень остро наблюдаю памятники В Белоруссии я там на самом деле очень удивился Потому что где-то в конце географии, где нету там до 50 километров, да Нету ничего И памятник стоит ухоженный Я в прошлом году, 1 июня, стартовал белорусский велаторий Свежие, вот от 9 мая свежие цветы там лежали, понимаете, нет? Вот это история Вот это отношение И вот это будущее, не то, что прошлое уже, это будущее Поэтому парк победы, пускай будет победа всегда Потому что наше дело правое, как Великий Сталин сказал, да? Ну, и мне очень импонирует вот это отношение к памятникам Я уже открыл дверь, то есть даю добро каждый желающий Но, естественно, надо согласовать со мной Опять-таки проект несет серьезную нагрузку, понимаете? И кто-то, я не могу позвать, кого попало Человек должен быть уравновешен Человек должен быть стрессоустойчив Чем-то интересным он должен, понимаете, да? В прошлом году с Ташкента до Бишкика Меня провожал золотой голос Узбекистана Хурсант Чиров Когда я вчера включил, как он пел в Шимкенте Это он, что ли, поет или он, что ли, тебя провожает? Представляете? Да, это было мощно Я или Хурсанта Ака, или там других певцов Или чтобы для людей было, что на самом деле это тепло Это хорошая энергетика И человек опять-таки должен какое-то обязательство брать на себя Который поедет с нами Пути Поэтому И даже сейчас, это им хочу сказать Но Открытый проект Но Это будет постоянный маршрут Туристический Оздоровительно Развлекательно Познавательный Попаду под дождь, наверное Я уже иду и показываю, что это возможно И это очень хорошо И ценности меняются, понимаете? Вот человек сегодня, например, думает о чем-то мерзком Или о плохом, или о маленьком С нами человек, одна команда, одна семья Это будет мощь, это будет сила Одним словом, это будет путевка в жизнь, в новой жизни Редактор субтитров А.Семкин